Всем привет! Хочу поделиться с вами информацией самого глобального патча для Врат Балдура. Сами вы можете ознакомиться с полной версией его презентации на трансляции панель From Hell 2. Я же собрал для вас основную и самую важную информацию, чтобы не тратить пару часов на просмотр, а уложиться всего в пару минут. И мы начинаем! Ларианы анонсировали новый класс, которым стал Друид. Согласно правилам настольной игры, Друиду предстоит выбирать между, так сказать, кругами магии. Земля, которая основывается на заклинаниях природы и луны, специализацией которой является превращение в животных. У Друида будет не менее 30 новых заклинаний и способностей, включая заклинания для превращения в животных. Обладая сильнейшей магией природы, вы можете по желанию полностью преображать свой облик и принимать вид дикого зверя, способного крушить своих врагов или скрытно пробираться через вражеский лагерь. На данный момент заявлено 8 доступных обликов. Ворон, Дикий Барсук, Глубины Ров, Кошка, Лютый Волк, Паук, Белый Медведь, Аберант. Каждый персонаж будет реагировать на облик героя, а звери смогут взаимодействовать с вами. Larian Studios не забыла про важную повествовательную часть Baldur's Gate 3. Появление Друида ознаменует расширение возможностей для взаимодействия с персонажами и существенно повлияет на сюжет игры. Он будет обязательно включать в себя новые диалоги и полноценную озвучку. В качестве примера влияния добавленного класса на игру, авторы привели локацию, рощу Друидов из первого акта. Здешние Друиды смогут узнать в нем собственного брата или соперника, отчего многие ветки заданий могут сильно измениться. Вместе с Друидом, Baldur's Gate 3 получит крупное обновление, которое включает в себе массу исправлений и улучшений. Авторы исправили некоторые технические ошибки в игровом процессе, улучшили общую оптимизацию и стабильность игры. Кроме этого, были улучшены кат-сцены, анимации персонажей во время диалогов и освещения. Главные особенности обновления такие. Шулерские игральные кости. Это функцию, которую можно включить по желанию, которая позволит снизить частоту получения крайних значений генератора случайных чисел. С ней, кидая кубики, игроки будут получать более-менее случайные значения, однако будут защищены от полос везения или невезения. В игре броски кубика используются в двух различных ситуациях, в диалогах и битвах. Данная настройка затронет только броски кубика Д20. Броски урона останутся же максимально честными. Ролики в особых игровых ситуациях, таких как разговоры с мертвыми, были существенным образом улучшены. Также была добавлена возможность присоединиться к диалогам в качестве животного. Кроме того, в патче была улучшена анимация друидов Рощи, когда те творят заклинания и используют другие способности. В целом, анимации и освещения подверглись существенным улучшениям, что может быть не вполне очевидно в пресс-релизе, но в игре смотрится шикарно. Те, кто отправляется в приключения с друзьями, теперь смогут просматривать карточки персонажей, снаряжение, заклинания и инвентарь у товарищей по команде. И не только просматривать, но и добавлять в них предметы или брать, без спроса. Запрет на это разработчики добавят в каком-нибудь из следующих патчей. Приятные улучшения. В игру был добавлен целый ряд давно ожидаемых игроками функций. Игроки смогут указывать для своих заклинаний и предметов снаряжения цель, как дружественную, так и враждебную, щелкая мышью на соответствующем портрете. Теперь им не обязательно выискивать нужного персонажа и пытаться попасть в него курсором. Чтобы атаковать, достаточно будет нажать на него прямо в интерфейсе пользователя. Кроме того, добавили в игре кнопку для бегства. Для тех, кто, ну, не любит навязывать противникам свое общество. А еще использовать факелы стало проще простого. Теперь для этого есть своя отдельная кнопка. Привет, казуальные игроки! С добавлением улучшенного освещения, сюжетные ролики заметно похорошели. Теперь ключевые моменты истории Baldor Gate 3 разыгрываются с поистине кинематографическим размахом. Если данный видеоролик оказался полезным, ставим лайк и подписываемся на канал. С вами, как всегда, был Инсекторат. До встречи в новом видеоролике!